Не так давно я делал обзор сервиса для сбора донатов Donation Alerts. Сегодня на очереди DonatePay. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В целом, я думаю, они мало чем отличаются, но чем шире палитра, как говорится, тем лучше картина. Хотя мне кажется, что тут от сервиса к сервису мало что меняется. Разве что здесь аккаунт надо выбирать при старте, в моем случае это будет YouTube. Как, впрочем, при старте же нужно добавлять данные карты для вывода средств. Много всего различается в том числе комиссии за перевод, поэтому посмотрите, может быть, удастся сэкономить. При выводе на карту комиссия 2%, но не меньше 50 рублей. А значит, в автовыводе не стоит писать меньше двух с половиной тысяч. Если выводить, например, по 150 рублей, то получите вы 100, поскольку 50 с вас возьмут в качестве комиссии. Ну и тут все так же, как и с Donation Alerts. Да и с любым подобным приложением. Берете ссылку на виджет, вставляете в OBS. То есть добавляем в сцену новый браузер, как-то называем и вставляем скопированную ссылку. Дальше все можно уменьшать, увеличивать, двигать. И можно отправить тестовый донат, чтобы посмотреть, что получится. Вот так это будет выглядеть на стриме. Тут есть музыка и озвучка. Механический голос, который проговаривает текст, лучше бы отключить. Страшновато это звучит. Ну и также можно добавить счетчик суммы. Вот так это будет выглядеть примерно. Также копируем ссылку и вставляем в OBS. Счетчик суммы, в отличие от виджета пожертвований, будет висеть у вас на стриме постоянно. Чего-то не сработал заголовок. Наверное, потому что надо прописать еще и сумму. Да. Нет. Все равно не сработал, но не важно. Все равно этот донастраивается впоследствии и там это заработает. Дальше и расшарьте страницу донатов. Конкретно эту ссылку я не советовал бы расшаривать, потому что у нее не совсем эстетичный адрес. Его можно поменять впоследствии. Но в целом вы его просто копируете, добавляете в описание страницы или в закрепленный комментарий. А в самом стриме говорите, что вы можете закинуть донат. Ссылка в описании. Зритель переходит на страницу и закидывает донат. Ну все. Готово. В целом с этим уже можно начинать стримить и собирать средства на камеру, как я указал в цели. Ну конечно же надо пройтись по настройкам и все немного усовершенствовать. В настройках можно поменять часовой пояс, если не определился. Добавить или отсоединить аккаунты. Защита через телефон. Ну то есть коль скоро разговор идет про деньги, лучше аккаунт все-таки обезопасить двухфакторной аутентификацией, пусть и достаточно примитивной. В настройках с этим все. О выплатах вы можете поменять карту для вывода средств. И переходим в виджеты. То есть основную закладку, с которой вы работаете. Так. Вот у нас виджет сбора средств. Там у нас чего-то не сработало. Настроим здесь. Тут, я думаю, все понятно. Заголовок, сумма и сохранить. Так. Вот у нас тут все поменялось. И наверху, кроме общих настроек, есть еще основные. Что называется, найдите 10 отличий между общим и основным. С настройками все просто и по-русски. А вот здесь, например, цвет и прозрачность фона. Так регулируется прозрачность, так цвет. До нажатия на сохранить изменения не видны. И теперь в стриме у нас все нормально. OBS подхватил все надписи и настройки. Ну и со всеми остальными виджетами действуете по аналогии. Все, что слева, это различные способы отображения. Вот, например, стакан. Берете ссылку. Копируете. Вставляете в OBS как новый браузер. И получаете вот такое отображение пожертвования. Пока сыпятся деньги, скажу, что не все эти деньги заберете вы. 7% от переведенных средств заберет платформа и еще что-то съест перевод. Но в настройках страницы пожертвований можете переложить эти 7% на плечи зрителей. И, кстати, здесь же можно придумать красивый адрес для самой страницы. Тут оформление. Заголовок. И вот выбор того, кто будет платить комиссию. А лучше, конечно, дать зрителю возможность выбрать самому. Аватар. Фон. Ну, в общем, если поиграться, то тоже разберетесь. Длина сообщения, ссылка на канал и так далее. И, собственно, что касается самих виджетов пожертвований. То есть основного, что будет появляться в стриме. Настраиваются они вот здесь. И здесь же можно выбрать разные виджеты под разные суммы пожертвований. Скажем, при минимальной сумме в 100 рублей у вас будет один виджет. Настраивается вот здесь. С настройками все по аналогии. А при минимальной сумме, скажем, в 500 рублей у вас будет другой виджет. Проще всего скопировать предыдущий. Он скопирует его вместе с настройками. И здесь выставляете минимальное пожертвование в 500 рублей. И дальше меняете оформление под новую, куда более значимую сумму. На самом деле подобных сервисов существует не один и не два. В комментариях, скажем, мне советовали StreamElements. Я его не смотрел, но вроде пишут, что он удобнее. Не думаю, мне кажется, что все у всех примерно одинаково. Так что выбирайте любой, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok